Следующий вопрос. Но, несмотря на профитную систему, этот профит не показывается в их стейтменсе. Тебе нужно определить, есть ли у тебя все равно edge. Даже в таком состоянии, когда ты хочешь быть правым и хочешь, чтобы ты понимал рынок правильно, все равно нужно проанализировать сначала. Если у тебя edge в твоей системе, если есть edge в системе, но нету профитности, edge – это преимущество. Тогда тебе надо смотреть на твою способность адаптироваться, на твою способность изменяться. То, что твое эго и желание быть правым не даст тебе выйти в профитность, несмотря на систему, которая профитна. И тебе надо работать именно над этим. Способность признавать ошибки, поражения и адаптироваться, быть более гибким. В этом твоя проблема. Неспособность адаптироваться. Когда трейдинг становится тяжелым, когда высокое напряжение и когда наступает момент брать трейд или не трейд, все наши эмоции, все наши самочувствия, в данный момент наша энергия примет за нас решение, мы возьмем трейд. Никакого интеллекта в данный момент нет. В момент взятия трейда на высоких эмоциях при опасности, разница между хорошим трейдером и плохим, как он работает на фоне эмоций и стресса, никакой интеллектуальной разницы. Интеллект не имеет никакого значения в данный исторический момент. Когда говорим о входах, твоя способность адаптироваться будет критичная. Почти все наши сигналы на вход и сетапы на вход в реальном времени будут сконфьюжены и не выглядят так стопроцентно. Если у нас есть хорошо развитая способность адаптироваться на лету к условиям, которые сейчас, вот это будет решать наш вход или потом наш выход, а не то, насколько высок твой интеллект, что ты хочешь знать рынок и понимать рынок. Вот в данный момент горячка боя, твоя способность адаптироваться и работать в неполной информации, в неидеальном сетапе, это будет решать, брать трейд или нет. Дискриционная торговля на данный момент по жестким сетапам. И если ты умеешь адаптироваться и умеешь работать в атмосфере неопределенности, то ты примешь правильное решение для тебя в данный момент, вне зависимости от твоего интеллекта. И говоря короче, это все сводится к одному – способность переносить дискомфорт. Способность переносить эмоциональный дискомфорт в данный момент. Твои чувства, твои мысли, глядя на график или еще куда-то – это не важно. А то, как ты способен переносить этот эмоциональный дискомфорт и все равно действовать, вот это будет отличать одного трейдера от другого. Это как в спорте, где говорит, тебе придется делать, что надо делать, а что делать. Следующий вопрос – Бистмен. А вот у меня очень мощные чувства, которые мной руководят из прошлого. Прошлые негативные, опыт трейдинга. Как мне переодолеть вот эти негативные опыт прошлого трейдинга? Да, у многих остаются шрамы от предыдущего опыта трейдинга. Ты не можешь изменить свое прошлое. Все, что остается, попытаться научиться чему-то со своих шрамов. И большинство начинает себя бить. О, Боже мой, я никогда не смогу ничего сделать. Я опять ту же самую ошибку допустил. О, Боже мой. И надо будет как-то немножко реагировать больше иначе на вот такую обычную реакцию, что ты опять ту же самую ошибку допустил. То есть тебе надо как-то немножко относиться по иному к ошибкам и анализировать их чуть-чуть иначе. И если ты понимаешь паттерн, как ты реагируешь, как ты мыслишь на рынке, определенный паттерн, ты будешь чувствовать предупреждение, красный свет, что это опасно, что такой паттерн мышления опасен для тебя. И все, что нужно трейдеру, научиться выбирать другое, реакцию. Мы уже знаем нашу ошибку, мы знаем, что мы реагируем в таких ситуациях таким образом. Нам надо научиться реагировать иначе на подобную же ситуацию в будущем, пока мы не привыкнем реагировать иначе. И это бывшая травма, это бывшие проблемы. И нам нужно отрешиться от этого и сказать, окей, это из прошлого. Что я могу сейчас сделать иначе? Как мне среагировать сейчас иначе? Это прошлые проблемы, которые я до сих пор помню. Бывшая боль, старая боль. Мы так набираем уверенность в себе и набираем новую зону комфорта, когда мы понимаем, что мы распознали, что это прежняя боль и прежняя ошибка. И мы распознали, что мы начали менять свое поведение, реагировать на ту же ситуацию, что раньше реагировали плохо, а мы начинаем реагировать иначе. И вот этот момент перелома самого себя, когда ты можешь контролировать свою реакцию на ситуацию, обычно дает смелость трейдеру, дает ему уверенность в себе. И он может повторить эту правильную реакцию на ситуацию, которая раньше была неправильной. И это то, что для многих страшно, страшно некомфортабельно, потому что они должны вдруг совершить то, что они никогда не делали. У них был паттерн, они делали что-то, и что им навредило? У них был паттерн реакции на какие-то ситуации. Вдруг им надо сделать абсолютно не то, что они делали всегда. Да, и для них это огромный дискомфорт для начала, сделать что-то иначе, среагировать иначе. Надо в себе сказать очень просто. Окей, мне страшно сейчас, нехорошо и неудобно. А что будет, если я все-таки попробую сделать иначе? Ну ведь у меня есть сетка под планкой 3 метра, у меня есть стоп. Ну почему мне не попробовать среагировать на эту ситуацию иначе? Как я хочу среагировать, но не могу. Вот этот момент, когда ты диссоциируешь себя, разделяешь себя в прошлом, делающем одно и то же, одно и то же, и плохо, и вдруг начинаешь реагировать иначе, на любую ситуацию, что твоя проблемная ситуация, диссоциация идет. И вот это тебе нужно порадоваться, похвалить себя и стараться делать это больше, среагировать иначе на ту же ситуацию, что раньше была для тебя плохой. Через дискомфорт, через себя переступить, момент этот усечь и делать это еще раз и еще раз, пока не привыкнешь. И перед тобой выбор. Или ты остаешься в прежнем паттерне, который тебе знакомый, комфортный, и ты знаешь результат, или ты посмотришь в лицо этому дискомфорту и этому стрессу, и возьмешь его на себя, и попробуешь сделать то, что тебе дискомфортно. У тебя есть выбор каждый раз, когда у тебя эта ситуация встречается. Прежний паттерн и комфорт, и плохой результат, или новый паттерн, дискомфорт, и посмотрим, что будет. Следующий вопрос. Большинство клиентов вопрос, что было поворотным моментом для большинства клиентов, что сделало их постоянными, стабильными трейдерами. Большинство говорят, большой поворот был, когда они наконец признали, что они не должны быть идеальны и должны быть все время правами в каждом божьем трейде, когда они наконец признали, что им не нужно постоянно быть правами в любом трейде. Вот для многих это был поворотный момент. И когда один трейд влияет на другой, тоже очень важно. Когда они поняли, что один трейд, плохой или хороший, влияет на их следующий трейд, и избавились от этого, корреляции трейдов, которые совершенно разные трейды, тоже помогло. И большинство трейдеров, которые сделали большой разворот в их карьере, вот таким способом обычно имеют опыт профессии, или опыт предыдущей жизни, где они должны были быть правы. То есть они должны все делать идеально. У них был такой барьер, что они должны с предыдущей жизни. Это очень общая проблема у трейдеров. Разрешить себе ошибки делать, разрешить себе ошибаться и не завязываться на предыдущий трейд. Не нужно быть идеальным, не нужно выигрывать в каждом трейде. И они сказали, им стало намного легче терять, намного легче принимать себя как лузера, что у них не получается сегодня или в трейде. Намного легче брать следующий трейд, потому что они приняли это как данность, что они могут быть неправы. Окей, не повезло. Ищешь следующий трейд. Особо не переживаешь, что в минусы наденели в трейде с предыдущим. Следующий вопрос. Найбот. Насчет планки. А как насчет планки, если изменить ее? Таким образом, пример. Разрешить с трейдом, это последний вопрос, она модифицировала планку, разрешить трейдерам ронять свои трейды, пока трейды падают, трейдер будет идти через планку. И доктор Эндрю не знает, как к этому среагировать. То есть держать глаза на другом конце планки, главное перейти. Ничего, если часть трейдов ты уронишь, но главное тебе самому переползти с одной планки. Она предлагает ему модифицировать еще один вариант для трейдеров. И экономики – это то слово, что я отказываюсь переводить на английском. И это то, что когда нету экстремумов, ты стараешься в эмоциональном плане не испытывать экстремального счастья, экстремального несчастья в зависимости от хорошего или плохого трейда. Имеется в виду, что это более-менее сбалансированное состояние. И она пытается ввести более-менее сбалансированный пример без экстремумов для трейдинга. Говорит, но в реальности большинство не будет в этом уравновешенном, сбалансированном состоянии. Большинство трейдеров находятся в каком-то небольшом тильте. Поэтому он выбирал экстремальный пример с планкой, чтобы именно отразить состояние трейдера, который очень часто свингует между экстремумами, а не в таком сбалансированном. Много трейдеров говорят, что они лучше всего торгуют, когда они в очень равновесном состоянии ума, когда они заходят и выходят без особых свингов в эмоциях. Много трейдеров говорят, что они торгуют лучше всего, когда они в спокойном, уравновешенном состоянии. И когда они это начинают разбирать по косточкам, они определяют, что их трейдеры-победители, они не были в эйфории, не радовались, они брали профит. И их трейдеры-потери, они не расстраивались, они брали лося. Большинство трейдеров, когда анализируют свои лучшие дни, обращают внимание на то, что они торгуют в очень спокойном, сбалансированном, эмоциональном, нормальном состоянии, без свингов. И в данном случае, если у вас есть проблема с негативными ощущениями и эмоциями, копайте в корень. В чем действительно ваша проблема? Чтобы избавиться от этого свинга дикого из-за простых негативных эмоций, что у вас на трейдинг влияет. У кого есть история? Удерживать свои лоси, фарава, держать долго лоси? Возможно исправить это. У вас, скорее всего, опыт. И ваш опыт говорит, вы не очень-то доверяете себе, что вы способны вернуться на рынок победителям. Вы не можете взять лоси, вы не доверяете своим способностям заработать на рынке. Не доверяете, что вы способны взять следующий трейд, что будет нормальный, вы держите лоси. Один из вариантов. И обычно это у людей, они обычно как бы трейдят против себя, как бы против себя работают в трейдинге. То есть вам надо покопаться, если это случай тот. Если вы передерживаете лося, неуверенность в себе, копайте там. В чем дело? Почему вы не доверяете самому себе, что вы способны трейдить, взяв лося? Почему вы не берете лося? Копайте там. И возможно вам нужен какой-то альтернативный набор стратегий, чтобы бороться с этим. Не то, что вы делаете сейчас. Вам надо поискать, что для вас лучше будет работать, чтобы вы не передерживали лосей. Пропустила вопрос? Вопрос был в том, что я нахожу, что когда мне больно, я не так переживаю. Меня не тревожит боль. Он говорит, чувствовать боль, потерь, например, это нормально. Если ты не чувствуешь боль и потерь, это очень опасно для трейдера. Что-то тоже нужно покопаться в жизни. Почему ты не чувствуешь боли? Почему ты не боишься боли? Это нормальная реакция. И в трейдинге это влияет иногда, что человек не обращает внимания на потери, когда надо обращаться. То есть нужно понимать, если ты боишься боли, нужно понимать корни откуда. Почему ты боишься боли? То есть кто боится боли, надо понять, откуда боль. У кого нету боязни боли, еще хуже проблема. Потому что другое надо копать. Вопрос был о боли, и я упустила вопрос. Боязнь боли, боязнь потерь имеет очень разные корни, и у разных людей по-разному. Почему ты боишься боли, нужно покопаться, понять. Трейдеры, которые передерживают лосей, они работают на надежде, что рынок вернется. И это часто симптом. И это вообще неплохо, что вы надеетесь, неплохо, что вы боитесь. Просто Петер, я запуталась, как он это сказал. Не могу врубиться. Упустила мысль, бывает. Потому что задал вопрос сразу о 10 вещах, он отвечает сразу о 10 вещах. Основная мысль такая. Смотря как ты держишь лоса. Трейдер, который способен адаптироваться, он может сказать, что окей, я держу лоса, и возможно это сигнал закрыт трейд. Но есть трейдеры, которые не адаптируются, держат лоса. Вот этим трейдерам настоящая проблема. Которые держат лоса, и держат лоса, и постоянно работают на надежде, что рынок вернется. Вот тогда надо копать глубоко. То есть в данном случае надо разлегчать твою боязнь боли на адаптируемом трейдере и неадаптируемом трейдере. Тот, кто адаптируется, просто сказать, окей, я передержал, закрыть, взять лоса, взять эту боль, и не бояться ее. У неадаптированных более глубокие психологические проблемы, и вряд ли у них так просто удастся избавиться от проблемы удерживания лоса всегда. О терпении. Если ты терпелив, тебя это учит, что ты меньше реагируешь и легче реагируешь на всякие эмоции и на чувства. Почему терпение так важно трейдеру? Оно учит его быть менее реактивным, уменьшает его реакцию на всякие мысли и эмоции. И таким образом ты можешь игнорировать отдельные чувства, эмоции, которые просто шум в голове. Когда ты терпелив, ты можешь сосредоточиться и найти как бы центр, сконцентрироваться на том, что важно, и отмести все, что шум и не важно. Не реагировать на каждое ежеминутное, ежесекундное изменение на рынке. Эмоционально реактивные люди, им нужно терпение вырабатывать. И это основное преимущество тех, кто имеет терпение, и основное преимущество тех трейдеров, которые работают над терпением в трейдинге, уменьшают, а в трейдинге, перетарговка уменьшает реакцию ненужную на ситуацию. И в данном случае идет о медитации. Почему медитация именно помогает? Потому что медитация помогает вам вернуться в настоящий момент и ощущать себя в настоящем моменте без реакции на разные раздражители извне. Только вы в настоящем моменте. Медитация учит вот этому умению быть, чувствовать себя в настоящем моменте. И очень часто в трейдинге мы смотрим о будущем, мы смотрим, что сейчас происходит, мы не обращаем внимания на отдельные нюансы, которые меняют состояние рынка прямо сейчас. Мы очень часто думаем о будущем в трейдинге, смотрим на графики, предрекаем, где они будут, и реагируем на будущее, вместо того, чтобы понимать себя в настоящем моменте, реагировать на настоящий момент. То есть убирать шум, что наши мысли о будущем или о прошлом, чтобы они нам не мешали, чтобы мы себя лучше считывали в настоящем моменте. Итак, в заключение всем, и я еще раз буду проповедовать, что вы должны фокусироваться на процессе трейдинга, а на ней результате. И если вы будете постоянно фокусироваться на процессе, моменте трейдинга, в котором вы находите, вы будете прогрессировать. Итак, в следующий раз, кто хочет, чтобы вопросы, саппорт топ-стоп трейда с заголовком Market Therapy. И ваш вопрос будет передан доктор Манекеру, и он ответит в следующий раз на эти вопросы в первую очередь. Те, кто по e-mail присылает. Все, всем удачи в трейдинге.